Рад приветствовать вас в этот пятничный вечер. Рабочая неделя уже подошла у кого-то к концу, кто-то еще завтра поработает, но, тем не менее, слава Богу, поговорится пятница. Сегодня мы посвятим нашу встречу такой теме, как работаем по Федеральному государственному образовательному стандарту в формировании личностных универсальных учебных действий в обучении английскому языку на примере курсов и пособий издательства «Титул». Пожалуйста, кто еще не успел написать в чате, будьте добры, напишите, откуда вы. Я уже посмотрел, очень приятно видеть наших коллег. Приветствуйтесь. Из Красноярской области, из Красноярска, Саратова, Карелии, Керчи, Владикавказа, Орла. Из Иркутской области, из Югры, Кемеровской области, Железногорска, Карелии, Московской области, Томской и так далее. Пожалуйста, напишите, чтобы мы посмотрели нашу географию. Волгоградская область, Воронежская, Нижний Новгород, Омск, Ростов. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Итак, тема нашей встречи на самом деле очень важна, актуальна. Если у вас будут возникать вопросы по ходу вебинара, пожалуйста, пишите. Также предлагаю активно делиться опытом по обсуждаемым вопросам. Сегодня я предлагаю совершить такой небольшой экскурс, методический экскурс по страницам учебных пособий издательства «Титул» и посмотреть, каким же образом развиваются личностно-универсальные учебные действия на практике. Ведь порой так просто ораторы выступают о теоретических положениях развития универсальных учебных действий, однако бывает достаточно сложно и неоднозначно учителю оставаться в классе наедине со всеми проблемами и с учениками и развивать требуемые моменты. Давайте вспомним, что же такое универсальные учебные действия. Прежде всего, это умение учиться, то есть это способность к самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта. Какие виды универсальных учебных действий выделены в Федеральном государственном образовательном стандарте? Это личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные. Как мы с вами помним, личностные универсальные учебные действия не подлежат оценке. И непосредственно перейдем к личностным универсальным учебным действиям. Какие действия они включают? Это действие личностного самоопределения, действие ценностно-смысловой ориентации учеников и нравственно-этического оценивания, то есть умение ответить на вопрос, грубо говоря, что такое хорошо и что такое плохо. Это действие смысла образования, то есть отнести цель действия и результат и суметь ответить на вопрос, а какое значение или смысл для меня имеет учение, а также ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Начать мне бы хотелось нашу такую методическую прогулку по изданиям издательства Титл с книги для чтения для третьего класса «Рыда». Это пособие состоит из четырех разделов, каждый из которых содержит тексты различных жанров, таких как стихи, рассказы, басни, комиксы, инструкции и так далее. Какие это четыре раздела? Это «It's me», «Food», «Nature», а также «It's major». Также в книге присутствует такой важный, на мой взгляд, раздел, как читательский дневник, о котором многие педагоги забывают или незаслуженно игнорируют. Напишите, пожалуйста, коллеги, используете ли вы это пособие в своей практике, а также каким образом вы работаете с читательским дневником, оставляете ли вы это на самостоятельную работу учеников, обсуждаете ли вы это. Лично я с моими коллегами, мы очень любим это пособие для всех классов, начиная со второго по одиннадцатого. Поскольку какой бы раздел книги мы ни открыли, мы можем найти там абсолютно все. С одной стороны, материал актуален, он интересен детям, с другой стороны, он отражает и реализует требования Федерального государственного образовательного стандарта. Материал современен и способствует всестороннему развитию личности ученика. Например, откроем разделы страницы 68-69, раздел «Природа». На развороте представлены два задания. Первое задание. Ученику необходимо прочитать пословицы о животных и подобрать русские пословицы, которые учат тому же, то есть эквиваленты. Это задание, как вы видите, многофункционально по своей сути. Дети учатся чтению. Мы видим, что авторы также грамотно создают условия для развития языковой догадки. И ученикам необходимо сравнить русско- и англоязычные пословицы. То есть, по сути, они знакомятся с фольклором страны изучаемого языка и одновременно приобщаются к русской и зарубежной культуре. Они знакомятся, они, вернее, обращаются к личному, академическому и бытовому опыту, вспоминая значения пословиц на русском языке. Вот некоторые коллеги у нас написали, что, к сожалению, не используют пособие. Кто-то перешел на учебники английский фокусе. Да, разные абсолютно мнения, условия работы. Поэтому, тем не менее, я думаю, что многие могли бы использовать этот ресурс, потому что он очень грамотно дополняет учебно-методические комплексы издательства «Титул». Второе задание, оно не менее интересно, на мой взгляд, даже более интересно. Ребятам необходимо прочитать инструкцию и расположить задание по порядку, в соответствии с последовательностью картинок, для того, чтобы сделать домик-кормушку для птиц. Таким образом, ученики опять развивают смысловое чтение, соотносят напечатанный текст с изобразительной наглядностью, логически выстраивают последовательность действий, для того, чтобы получить реальный результат или продукт проектной деятельности. Кормушку. Таким образом, мы можем смело заявить о том, что, выполняя эти задания, мы создаем условия для развития у наших учеников критического мышления, осознания ценностных ориентаций в контексте экологического воспитания, для формирования личной ответственности за будущее братьев наших меньших. Несомненно, такие задания направлены и на развитие положительного отношения к явлениям собственного и иностранного языков и культуры. Более того, давайте вспомним учеников третьего класса. Я уверен, что они с неподдельным интересом, с энтузиазмом примутся за выполнение такого рода задания, что само по себе уже повышает интерес и мотивацию к самому предмету иностранный язык. И возникает, естественно, желание участвовать в творческом, созидательном процессе, в данном случае создание кормушки. Напомню, что это было пособие «Почитай» для учеников третьих классов. Ну вот, например, Тугарева Мария пишет, что книги хорошие, но на уроках мы еле успеваем учебник изучить, а вот в огнеурочной деятельности они бы очень помогли. Безусловно, пособие, на мой взгляд, очень интересное, пишет Елена, и дети любят выполнять задания с наглядностью, даже слабые. Абсолютно с вами согласен. Сделаем следующий шаг. Перейдем к четвертому классу. Учебник Клары Исааковны Каукман, happyenglish.ru Для четвертого класса состоит из двух частей. И в первой части позвольте предложить обратить ваше внимание на задания на страницах 12 и 13. Это урок третий. Здесь, на этих страницах, школьникам предлагается познакомиться с ответами новых одноклассников, а не главной героини учебников, на следующие вопросы. Что вам нравится есть? Какие традиционные блюда в вашей стране? Какой твой любимый день недели? Одноклассники предлагают достаточно развернутые ответы в виде текстов с небольшими иллюстрациями. Кроме того, после первичной работы с текстом, авторы предлагают выполнить задания на развитие умений поискового чтения. Выполняя эти задания, ребята знакомятся с основными блюдами кулинарной культуры Америки, Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции, Японии, Китая, Австралии. И такой короткий информативный текст о еде, представленный сквозь призму личностного выбора детей из других стран, позволяет естественным образом сформировать интерес и уважение к другим народам, а также развивать уважение к проявлению особенностей иной культуры, иноязычной культуры. Разнообразные задания, которые могут быть организованы на базе этого текста, также вызывают желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению. Я в данном случае имею в виду это трудности на этапе понимания текста, то есть его анализа, а также при ответах на вопросы, при новом порождении уже своего текста, то есть на этапе с синтезом. Ну вот, например, Марков Борис Иванович пишет, что времени действительно на уроках мало, но заменить отдельные задания в учебниках вполне возможно материалами read-up, а также можно использовать задания для проектной деятельности. Абсолютно с вами соглашусь. Естественно, учебники построены по принципу избыточности, поэтому следует выбирать учителю и грамотно подбирать тот материал, который представлен для формирования необходимых лексических и грамматических навыков, а также умений речи. Это и восприятие речи на слух, и чтение письма, и говорение. Думаю, что вы со мной, уважаемые коллеги, согласитесь с тем, что наш предмет, предмет иностранный язык, как никакой другой, обладает всеми необходимыми ресурсами воспитания активного слушателя. Кто такой активный слушатель? Активный слушатель – это человек, который принимает активное участие в беседе и позволяет выражать свои переживания, а также соображения своего собеседника. Давайте вспомним приемы активного слушания. Я думаю, что мы с вами тоже их стараемся развивать на уроках, потому что их использование демонстрирует вовлеченность собеседников в беседу. Итак, первый прием – это пауза. Пауза дает собеседнику возможность подумать, сказать после паузы собеседник может что-то еще, о чем проболчал бы без нее. Пауза дает и самому слушателю отстраниться от себя, от своих мыслей, своих переживаний, оценок и чувств, и сосредоточиться непосредственно на собеседнике. На самом деле, вот это умение отстраниться от себя и от своих переживаний, оно чрезвычайно важно, потому что является одним из главных и трудных условий активного слушания, которое создает особо доверительный дух, атмосферу во время диалога. Следующий прием – это уточнение. Уточнение – это просьба уточнить или разъяснить что-либо из сказанного. И в обычном общении мелкие недосказанности могут породить ситуацию, когда собеседники начинают домысливать что-то друг от друга, или когда при обсуждении сложных эмоционально значимых тем собеседники неосознанно стараются избегать, явно поднимать все или иные вопросы болезненные. Поэтому уточнение как раз таки позволяет сохранять понимание чувств и мысли собеседника в такой ситуации. Следующий прием – это пересказ или парафраз, то есть попытка слушателя кратко и своими словами повторить изложенное собеседником только что. При этом слушатель должен постараться выделить наиболее главные мысли, грамотно расставить акценты, идеи. И таким образом пересказ или парафраз позволяет собеседнику получить обратную связь и дает возможность понять, насколько корректно его слова звучат со стороны. Соответственно, если говорящий получает подтверждение своим словам, то это хорошо, он понимает, что он понят, или же он может получить возможность скорректировать свои слова и свои мысли. Кроме того, парафраз можно использовать как уникальный способ подведения итогов, в том числе и промежуточных. Следующий прием – это повтор или эхо. То есть это дословное повторение того, что произнес собеседник. Повторяя слово в слово, слушатель дает понять, что он очень, чрезвычайно внимательен к тому, что ему сказали. Далее, такой прием, как развитие мысли. То есть это попытка слушателя подхватить мысль и продолжить ее. Далее идет прием сообщений о восприятии. Когда слушатель сообщает собеседнику свое впечатление от собеседника, сформированное в ходе общения. Ну, например, мы можем сказать, выслушав нашего партнера по диалогу, что да, действительно, я вижу, что эта тема хранит для вас вознан. Далее, прием сообщения о восприятии себя. Когда слушатель сообщает об изменениях в своем собственном состоянии, свои собственные эмоции, переживания, которые произошли в результате слушания. Например, мне очень приятно это слышать. Или мне крайне больно это слышать. И последним таким важным приемом, которым должен владеть активный слушатель, это замечание о ходе беседы. То есть попытка слушателя сообщить о том, как, на его взгляд, можно осмыслить беседу в целом. Это очень хороший способ приема подведения итогов беседы. Например, по результатам работы в группе, сказать такую замечательную фразу о том, что, похоже, мы достигли общего понимания проблемы. Такие простые и в то же время сложные приемы, но именно их мы используем при организации деятельности учеников, при обучении восприятия речи на слух и при обучении диалогической речи. Вот на самом простом примере, о учебниках happyenglish.ru для четвертого класса на уровне выпускников начальной школы. Давайте посмотрим на странице 36-37, как творчески и неординарно подошла наша героиня Аня к рассказу о своей школьной форме зарубежному сверстнику, другу. Она сочинила песни. Мы с вами знаем и понимаем, насколько психологически и методически богат потенциал использования песенно-стихотворного материала на уроках иностранного языка. Ученикам в данном случае авторы предлагают внимательно прослушать песни и назвать предметы одежды, которые в песне упоминаются и наглядно изображены в тексте. То есть мы этим упражнением учим детей слушать и реагировать на прослушанное. Более того, после работы с песней, предлагается выполнить проект. Нарисовать школьную форму, которая нравится ученику. Соответственно, мы организуем работу в парах. То есть возникает ситуация, когда ученикам необходимо внимательно друг друга выслушать для того, чтобы по описанию партнера нарисовать или воссоздать школьную форму. Но и это еще не все. Ученикам предлагается представить ту форму, которая им нравится больше всего, объяснить, почему она им нравится, а также использовать определенное лексическое оформление речи. Это задание несет, на мой взгляд, большой воспитательный потенциал, потому что школьная форма является обязательной, и отношение к ней детей неоднозначено. Таким образом, мы формируем положительное отношение детей к школьной форме. Более того, создается положительное отношение к учению, к познавательной деятельности. Формируется умение слушать. Мы развиваем культуру работы в парах. Учим объяснять учеников свой выбор аргументированно и уважительно по отношению к другим. Обратимся, коллеги, к урокам этого же учебника, которые проходят в период одного и самого долгожданного и желанного праздника, то есть это Рождество и Новый год. Уроки 12 и 13 знакомят ребят с особенностями рождественских традиций в Англии и учат в культуре описание подарков. На первый взгляд, задание достаточно простое. Поиграйте вчетвером. Но мы знаем, что, по сути, зачастую молодые педагоги этим грешат, когда приглашают, например, ни одного, ни двух, а группу учеников к доске и просят что-то разыграть или поиграть. И получается своего рода такой, скажем так, методический беспорядок в плане организации. В случае учебного процесса. Поэтому для того, чтобы организовать работу, я думаю, грамотный учитель обязательно напомнит правила работы в группе, которые необходимо соблюдать для эффективной работы. Давайте вспомним эти правила. Но некоторые из них, то есть можно напомнить вместе с детьми, набросать на доске или заранее подготовить слайд на презентации. Такие моменты, как говорим вежливо, называем собеседника по имени, говорим по очереди, не перебивая друг друга, выслушиваем внимательно. Если что-то непонятно, о чем говорит собеседник, то обязательно переспросите партнера. Четко высказываем свое мнение, соблюдаем порядок на парте, уважаемое мнение собеседника. Ну и, конечно же, можно включить те правила, которые уже, на ваш взгляд, необходимы с точки зрения воспитательной функции, для организации работы в той или иной конкретной группе учеников. Мы в нашей школе храним набор испечатанных правил в группе для каждой пары или группы, а также демонстрируем эти правила, как я уже сказал, на электронной доске, восстанавливаем их вместе с учениками, проговариваем их и принимаем. Это несет в себе огромный воспитательный потенциал, поскольку помогает организовать работу в группах, распределить при необходимости роли, позволить ученикам самостоятельно выбрать лидера при необходимости. Также это задание, эти упражнения, которые вы видите на слайде, являются ярким примером того, как формируется уважительное отношение к членам семьи, к близким. А когда школьникам предлагается составить список подарков для своих родных. Уметь представлять Россию, говорить о родине, сравнивать информацию о родной стране со странами изучаемого языка, формируются при работе, например, с диалогом Моргана и учеников. Знакомство с великими деятелями науки и искусства, например, в данном случае с Михаилом Васильевичем Ломоносовым, Джеймсом Куком, Рембрандтом и так далее, формирует не только кругозор учеников, но и толерантное отношение к культуре странно-изучаемого языка. Школьники учатся правильно произносить имена собственные, работать с текстом, выбирают необходимый вид чтения, стратегию чтения для работы с текстом. Таким образом, помимо осознания выбора способа чтения и работы с информацией, формируется и осознанная гражданская позиция. То есть ученики учатся идентифицировать себя как гражданина России, представителя определенного народа и культуры. В этой связи хотелось бы также обратить наше внимание на знакомство с традициями и культурой народов России в диалоге о поездке нашей героини в этномир. Я думал, что таким образом формируется интерес и уважительное отношение к нашей родине, к достижениям культуры, к традициям малых народов России. Аналогично, очень грамотно и последовательно, целенаправленно ведется работа и над формированием личностных универсальных учебных действий в книгах для чтения в девятых-одиннадцатых классах. Уважительное и толерантное отношение к мнению других людей, к собеседникам, формирование мотивации к выполнению учебной деятельности, осознание себя как личности, как части общества, идентификация своих потребностей, а также подсказки к успешной деятельности представлены на последующих слайдах из книги для чтения в девятых классах. Так предлагается выполнить небольшой психологический тест о том, насколько ты успешен. При этом, на мой взгляд, крайне важным является тот момент, что отсутствует отрицательная интерпретация результатов теста. И большим плюсом является наличие мотивирующих установок, как, например, ты творческий, у тебя хорошо получается планирование, организация деятельности, или у тебя всегда много идей, ты открыт новым и так далее. Несомненно, в девятом классе услышать такие слова и прочитать их особенно важно подросткам, когда зачастую лично самооценка их достаточно занижена, они находятся в некоторой растерянности в связи с происходящими изменениями как психологического, так и физиологического характера. Я сам постоянно обращаю внимание учеников на проблемы экологического характера. Мы часто проводим со школьниками экологические ярмарки, особенно у нас самая большая ярмарка организуется на День Земли в апреле, к ней мы готовимся заранее, детей просим принести книжки, которые они более не читают, или какие-то вещи, которые им практически не нужны, и организуем своего рода такой обмен за игрушечные деньги, которые они приобретают, ответив на ряд вопросов образовательного характера, естественно. Это помогает сформировать таким деятельственным подходом мысль учеников о том, что человек является частью экосистемы, и что мы наряду с массовым производством, с таким бумом индустриальным, нарушением этой экологической системы одновременно должны о ней заботиться, охранять и способствовать устойчивому развитию общества. То есть этот термин устойчивого развития был введен буквально не так давно Организацией Объединенных Наций и предполагает, что наше общество и последующие поколения должны заботиться о том, чтобы после нас оставить природу, нашу планету в благополучном состоянии, пригодном для проживания последующим поколениями. Очень интересный, захватывающий внимание читателя текст представлен в 13-м уроке книги для чтения для учеников 9-х классов, который как раз таки направлен на формирование и развитие экологического сознания школьников. Давайте посмотрим, перейдем на следующий этап. Это уже 10-й класс. Учебник happyenglish.ru Здесь я остановил свой выбор на прекрасный материал про закон мертвы, о котором мы все с вами прекрасно знаем, не понаслышке. Если есть вероятность того, что что-то плохое может произойти, то оно действительно обязательно произойдет. Посмотрите, коллеги, какие задания предлагаются для работы с этим материалом. Во-первых, это задание на понимание текста, на его анализ, на изучение языковых явлений, на синтез. Ученики восстанавливают информацию из текста по вопросам. Все это также является важным компонентом личностных универсальных учебных действий. И еще один пример из учебно-методического комплекса happyenglish.ru для 10-го класса. Это проектная работа на тему дружба. Второй урок, страница 86. Что такое дружба? Дружба. Абсолютно закономерный вопрос, который можно задать и получить достаточно... Общество интересов. По сути, дружба – это глубокая связь между людьми, которая предполагает не только верность и взаимопомощь, но и внутреннюю близость, откровенность. В Библии понятие дружба передается греческим существительным филия и глаголом филио, который переводится как дорожить кем-либо. И это слово подразумевает теплоту, близость, привязанность. Таким образом, мы с вами видим, что дружба – это, во-первых, чувство, то есть есть дружеская любовь. Это не что-то внешнее, дружба лежит где-то очень глубоко в нашем сердце, и нельзя заставить себя быть другом кому-то или заставить кого-то стать нашим другом. Дружба базируется на некоторых основных столпах, которые необходимы как для ее зарождения, так и для ее поддержания. Такими столпами являются прежде всего взаимное уважение. А что значит уважать? Это прежде всего почтительно относиться к своему другу, считаться с его мнением, признавать как достатки, так и недостатки человека. И второй столп основополагающий – это доверие, то есть это уверенность в добропорядочности и искренности. Это, на мой взгляд, два основных и главных условия для дружбы. Именно поэтому я обратился к данному примеру, поскольку мы как раз-таки говорим о личностных универсальных учебных действиях, и мы видим, сколько важных моментов закладывается в понятии друг и дружба на этом примере. Я думаю, что вы разделяете в этом плане мою точку зрения о том, что проекты такого плана как раз-таки способны формировать нравственные ценности учеников и чрезвычайно важны на уроке. И они наверняка пройдут красной нитью не только сквозь сознание наших учеников, но и сквозь их сердце, а значит, станут личностнозначными для них. Следующим шагом в такой методической прогулке по изданиям издательства «Титул» станет книга для чтения для учеников 11 класса. Недавно на одной из конференций я выступал перед коллегами с докладом о развитии международных образовательных проектов и их воспитательном потенциале. И при подготовке к вебинару мне также было приятно еще раз убедиться, насколько грамотно, методически грамотно авторы пособий подходят к отбору учебного материала, на котором построено данное пособие. Этот материал действительно актуален, он интересен, отвечает всем методическим принципам. Сегодня я остановлюсь на четвертом уроке, который посвящен развитию эмоционального интеллекта, именно эмоционального интеллекта. Сегодня мы уже частично касались некоторых моментов его развития, но не употребляли сам термин эмоционального интеллекта. Вы спросите, что же это такое? Эмоциональный интеллект означает нечто большее, чем просто быть хорошим человеком. Это способность чувствовать, понимать, эффективно принимать силу эмоций в качестве источника энергии, информации, в качестве источника творчества, доверия и взаимопонимания, взаимодействия. Эмоциональный интеллект берет свое начало в концепции социальной интеллигентности, которое оказало широкое влияние на массовую культуру и научные другие. Мне очень нравится книжка, которая так и называется «Эмоциональный интеллект». Она состоит из семи больших глобальных уроков, и это полезно непосредственно нам, учителям, на самом деле, работа которых сопряжена с большими эмоциональными затратами. Исследования в области психологии доказывают, что сегодня для успешной деятельности, помимо высокого уровня IQ, необходим также высокий уровень EQ, то есть показатель эмоциональности. И многие считают, что именно эмоциональный интеллект является ключом к нашему здоровью, к завоеванию лидерства, к установлению близких отношений. Это с одной стороны. С другой стороны, повышает дальновидность, самоуверенность, способствует эффективности познания, большей ясности, а также достижению чувства большей удовлетворенности от выполненной работы. Скажите, коллеги, слышали ли вы о развитии эмоционального интеллекта? Используете ли вы какие-либо приемы? А сейчас я освещу несколько важных аспектов, которые выделяют исследователи при развитии эмоционального интеллекта. Первое – это активное слушание. Я уже об этом сегодня говорил. Умение активно слушать – это намного больше, нежели просто выслушивать говорящего. Важно является здесь и невербальное поведение нашего собеседника, нас самих, то есть это умение правильно использовать и интерпретировать мимику и жесты. А также использовать все приемы активного слушателя, о которых я говорил несколько минут назад. Второй важный аспект – это адаптация к эмоциям. У каждого эмоционального состояния, мы с вами знаем, есть как положительная составляющая, так и отрицательная. И для того, чтобы увеличить положительный эффект, необходимо стать опытным в вопросе распознавания чувств и научиться достаточно бегу и продуктивно, конструктивно их выражать. Будучи лидерами, а учитель – это самый главный лидер в школе, мы должны быть способны помочь окружающим делать то же самое. Ярким примером развития умения активного слушания является использование заданий на развитие рефлексии. Когда подводится итог, проводится рефлексия учебной деятельности, на которой ребята не просто анализируют выполненную работу, события урока, но и дают оценку, соотносят новую информацию с уже известной, делают выводы, делятся впечатлениями. В чате я вас попрошу написать, какие приемы организации рефлексии используете вы, уважаемые коллеги, потому что наверняка многие из вас используют очень интересные приемы, и чат сможет послужить такой площадкой для обмена опытом. Необходимость развития эмоционального интеллекта как составляющей личностных универсальных учебных действий в данном контексте становится актуальной и очевидной. Для формирования универсальных учебных действий личностных можно предложить такие виды заданий, как участие в проектах, подведение итогов урока, творческие задания, зрительное, моторное, вербальное восприятие прекрасного и так далее. Для начальной школы мы знаем, что уже разработаны цеповые задачи, которые рекомендуется использовать на уроке для формирования универсальных учебных действий. И вот, например, коллеги пишут, что рефлексия зависит от возраста, совершенно верно. Кто-то использует в старших классах метод Синквина, это Наталья Агупова, про Анчатова Елена Георгиевна делится таким приемом рефлексии, как настроение, рефлексия понимания материала. Аягос пишет, что можно в таблице провести рефлексию, а также смайлики в старшей школе в таблицах, заполнение таблиц. Древо эмоций для детей начальной школы Дарья Алексеевна пишет. Маргарита Михайловна говорит о том, что она организует рефлексию своих учебных действий на уроке. Рефлексия настроения Любови Владимировны. Совершенно верно. Более того, можно предложить такие варианты, как высказаться, закончив предложение, например, сегодня я узнал, было интересно, было трудно, я выполнял такие-то задания, я понял, что теперь я могу. Для себя я понял, что мне необходимо изучить что-то. Урок мне для жизни дал того-то. Также можно использовать такой прием, как комплимент. Комплимент – это может быть комплимент похвала, комплимент деловым качествам, комплимент в чувствах. Это прием, когда ученики оценивают склад друг друга в урок и благодарят друг друга, а также учителя за проведенный урок. Такой вариант окончания урока, он дает возможность удовлетворения потребности в признании личной значимости каждого ученика. Следствием целенаправленной работы над формированием и развитием личностных универсальных учебных действий является сформированная позиция ученика на уровне положительного отношения к школе, когда ребенок с удовольствием ходит на уроки в саму школу, повышение мотивации к изучению нового, что является порой ключевой проблемой образования, способность к самооценке на основе критериев. Я считаю, обязательно ученикам необходимо давать опору на первом, на начальных этапах при выработке умений самооценки, поскольку достаточно сложно оценить свою деятельность без каких-либо критерий. Сформированы основы российской гражданской идентичности, патриотизма. Одним из результатов является основа экологической культуры, а также развитие чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культуры. Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами проанализировали многие пособия учебные, учебники издательства «Титул» с позиции развития личностных универсальных учебных действий. И во время анализа конкретных упражнений я уже перечислил по сути личностные универсальные учебные действия, а также пути их формирования. Тем не менее, для того, чтобы мы смогли с вами подытожить информацию сегодняшнего вебинара, я вам предлагаю ознакомиться с таблицей, в которой я сгруппировал в одной колонке личностные универсальные учебные действия и в другой способе их формирования. Остановимся на некоторых из них. Это положительное отношение к учению, познавательной деятельности. Это могут быть упражнения, стимулирующие познавательную деятельность, познавательную активность, то есть, например, найти информацию, дополнить текст, заполнить таблицы. Личностные универсальные действия, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся знания и умения. То есть, это работа с интересными текстами на различные темы, обсуждение тем. Далее, желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению. Зачастую многие дети, когда сталкиваются с трудностями, да и взрослые тоже, бросают это дело и прекращают бороться, так сказать, за то, чтобы преодолеть эти трудности, но тем не менее, с нашей стороны, подготовка различного рода опор, снятие лексических, грамматических трудностей, подвор функционально-смысловых таблиц, также способствуют развитию этого желания, повышению мотивации работать даже с трудным материалом. Ну и хорошим примером формирования личностных иниверсальных учебных действий является также анализ и синтез текста. Осознание себя как индивидуальности одновременно членом общества. Здесь, конечно же, предполагается работа с текстами и темами для обсуждения о семье, о себе, о своих интересах, об увлечениях друзей, близких людей. Важным личностным личностным универсальным учебным действием является осознание и признание для себя общепринятых морально-этических норм. Как раз-таки правила работы в группе, так называемый договор в начале года между учителем и учеником может послужить хорошим таким материалом для формирования этого вида универсальных учебных действий, а также обсуждение поведения персонажей текстов, их взаимодействий, их действий. Иногда трудно перенести анализ каких-то провести, вернее, анализ своих поступков и проще и полезнее. Многие психологи советуют наделить учеников наших классов другими именами, чтобы за этой маской учебного персонажа ребята не стеснялись совершать ошибки, не стеснялись обсуждать какие-то моменты своей собственной жизни, прикрываясь этим вымышленным героем. Чрезвычайно важным является осознание себя как гражданина, как представителя определенного народа, определенной культуры. Необходимо развивать интересы и уважение к другим народам, к англоговорящим странам в нашем случае, проявлять толерантность, эмпатию как представителям культуры, так и каким-то культурным моментам, аспектам. Здесь хорошим подспорьем для нас могут служить тексты и темы для обсуждения по страновидению, о городах, достопримечательностях, знаменитых людях, событиях в России и других странах. Также такой прием, как анализ текстов, анализ поведения персонажей, сопоставление явлений в родном и иностранном языке способствует развитию и критического мышления ученика, и ценностных ориентаций, чувств и эмоций. Уважаемые коллеги, образование, безусловно, дает перспективы о знании иностранных языков, умение общаться с представителями других культур открывает нам с вами и нашим ученикам новые горизонты общения, познания и развития. Я благодарю вас за внимание, спасибо за активность, которую вы проявили в чате. сертификат вы сможете получить по ссылке, вот я высылаю вам код, и буду рад ответить на ваши вопросы, если они есть. тема мне показалась достаточно актуальна, она действительно актуальна, стандарт пришел уже на второй этап обучения, то есть в среднюю школу в этом году, и на практических примерах, на примерах анализа существующих уже упражнений, я постарался показать вам, как происходит как раз таки формирование личностных универсальных учебных действий. Еще раз размещаю код для получения сертификата, на слайде вы видите информацию, как это можно сделать, на слайде не ссылка, а адрес ссылки, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, благодарю вас еще раз за внимание, желаю всем нам хороших выходных и, конечно же, большого желания, энтузиазма к работе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok